МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изящная уловка продавца. Подставной ВИН-код. Доброе утро! В эфире Первая передача. Вы не слышали про этот весьма нехитрый ход? Однако я был бы не прав, если бы сказал, что речь о чем-то принципиально новом вовсе нет. Подставной ВИН, думаю, вполне можно было бы сравнить с давно известной всем куклой. Пачка купюр. Сверху и снизу настоящей банкноты в середине бумага. И вот самую настоящую автомобильную куклу вручили и Михаилу Родникову из Московской области. Я купил машину, чтобы на ней ездить, а не для того, чтобы она стояла в автосервисе. И чего же этот Ларгус в автосервисе простаивает? Печь заднего сальника-каленвала. Плюс у нас есть потеки в области выжимного гидравлического подшипника. Общий износ соленблоков на рычагах. Здесь хорошо видно, они рваные. Вот они даже отслоились. Есть стук в рулевой рейке, разбитые рулевые наконечники. Сильный износ тормозной системы. Приговор механика. Готовьтесь к худшему, уважаемый владелец. Руслан, так я приобрел хороший автомобиль или ведро с болтами? Мы можем говорить об износе и коробки, и двигателя процентов на 70-100%. Тех денег, которые за него заплатили, он явно не стоит. Как же так ушатали Ларгус? Пробег-то всего. На приборной панели автомобиля пробег показан 73 800 километров. А вот с этого места поподробнее. Он сказал, что он единственный владелец. На ней развозил булочки, холил и лелеял. Пробег реальный, все работает, машина в идеальном состоянии. Продавец даже доказательства предъявил. Я попросил продавца скинуть мне ВИН-номер для того, чтобы машину проверить по отчетам автотеки. Он мне скидывает номер, я проверяю. Там действительно на фотографиях эта же машина. Поехал Михаил, посмотрел машину. С виду она была очень приглядная, чистая, ухоженная. Ну и купил. 850 тысяч отдал. Тут и вылезло по законам жанра. В продачке автомобиля была диагностическая карта прежнего владельца. И здесь мы видим, что по состоянию на 12 ноября 2022 года пробег составлял 186 877 километров. Стоп! На одометре 73 тысячи. И как же онлайн-отчет? Проверял Михаил по вину, который продавец прислал. Вот он в сообщении. А по факту... ВИН-номер другой. Вам, скорее всего, продавец предоставит подменный ВИН-номер так называемый. Это ВИН-номер от такого же автомобиля по марке, по модели, по характеристикам, но у которого в базах бьется меньше пробег, нежели есть он на самом деле. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Покупка машины по объявлению все равно, что знакомство на сайте для одиноких сердец. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот, анкета. Молодая, обеспеченная альтруистка ищет, о ком позаботиться. ВИЗГ ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ВИЗГ ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Только при встрече может постичь глубокое разочарование. ВИЗГ ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Он сказал, что у меня три машины, и я просто случайно вам скинул другой ВИН-номер. Они совершенно все одинаковые. Просто так получилось. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пора познакомиться с продавцом. ВИЗГ ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Дмитрий Бадзин его зовут. Этот человек, по мнению покупателя, проворачивает отработанную схему. Здесь налицо скручивание пробега, приведение, ну, наведение внешнего лоска и, соответственно, впаривание людям, ну, которые доверяют. У меня папа, если честно, в початном городе, в Дагопруду. И он политепрокурором. Папу оставим в покое, а Вин в сообщении подменный или реально ошибся? Я не на суде, чтобы мне что-то признавать или не признавать. Ну а кто скрутил пробег-то? Не помню, не помню, не помню. Простой вопрос с элементарной логикой. Скажи да, нет. Может, я на вас скручу этот пробег, а может, нет, я не помню. Это что, так важно, что ли? Подменный ВИН, скрученный пробег. Что это, если не оно самое? Мошенничество подразумевает завладение чужим имуществом или деньгами обманом. И что важно, безвозмездно. То есть человек не получает ничего. Здесь за деньги автомобиль все же перенят, хотя и со скрученным пробегом. Конечно, это не уголовное преступление. Говоря бытовым языком, это жульничество. Михаил намерен вернуть себе деньги продавцу автомобиль. Только, внимание, в договоре пробег не указан вообще. Теоретически шансы расторнуть договор купли-продажи автомобиля со скрученным пробегом есть. Но только в том случае, если пробег прописан в договоре. То есть стороны признали это существенным условием. В нашем случае пробег в договоре не прописан. И доказать суду, что скрутил его именно продавец, у автовладельца шансов мало. Кстати, понимает это и сам Бадзин. Вот его ответ на требование деньги вернуть. И у меня также имеются связи в органах. Я буду отрицать до последнего. Уверен в собственной безнаказанности. Свою ошибку Михаил, конечно, осознает. Не сверил вин, когда машину осматривал. Да, я согласен, что я попался на эту удочку. Это неприятно, но я привык доверять людям. Доверяй, но проверяй. Для большинства современных иномарок читать реальный пробег не составит большого труда. Для этого нам нужен специальный сканер и буквально 15 минут для того, чтобы прочитать все блоки. Подчеркнем, для большинства автомобилей не проблема проверить пробег. Но не для всех. На современных европейских автомобилях это делается достаточно просто. На японских автомобилях и на наших, то есть там количество блоков в разы меньше. И информация, которая в них записывается, отличается. В этом и заключается сложность проверки пробега на японских автомобилях, на азиатских. Сравнить реальный пробег с цифрами на одометре покупателю едва ли возможно. в одиночку. Но если на руках у вас распечатанные результаты онлайн-проверки, то при осмотре машины гляньте хотя бы на госномер. Совпадает ли комбинация символов на бампере с данными зачетов? Чего уж там. В нашей истории покупателя подвела собственная невнимательность. Продавец лишь этим воспользовался. Не позволяйте себя примитивно обманывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова